В рамках работы межведомственного проекта «Остановиться вовремя» Федеральных и республиканских ведомств, МВД, Управление федеральной службы исполнения наказаний, Госсоветах ХАСЭ, Министерства образования, культуры, наркологического диспансера, антинаркотических организаций в Камерном музыкальном театре Республики Адыгей идет постановка «Музыкальный комикс «Остановиться вовремя». Спектакль посвящен актуальной теме – вовлечении молодежи в незаконный оборот наркотиков и тяжелых последствиях совершения подобных преступлений. С такой программой в Кашхабрский район приехал коллектив Камерного музыкального театра имени Адама Ханаху. Постановка состоялась в детской школе искусств и была показана учащимся старших классов обеих школ районного центра. Открыло мероприятие заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Адыгея. Елена Авражко вручила благодарственное письмо коллективу музыкального театра за взаимодействие с органами внутренних дел в организации и проведение профилактических мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков. Спектакль направлен на проведение профилактического мероприятия в сфере незаконного оборота наркотиков, так как на сегодняшний период времени данная проблема является очень актуальной и беспокоит не только родителей, но и педагогов, говорит Елена Александровна. Как долго учиться нельзя? Маринка, посмотри, какая погода! Маринка! Маринка! Ты что, меня не слышишь? Я говорю, посмотри, какая погода! Весна! 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 Ну да. А еще и экзамены сдавать надо. Да. Кстати, я на подкурсы записалась. Кстати, я тоже записалась. А на какие? На антрите? Ой, нет. Я тоже хочу. Только сколько они стоят? Ой, да какая разница! Пять тысяч, десять тысяч! Как говорит мой отец, здесь экономить нельзя. Сэкономишь потом, на бюджет не поступишь. Нет, Маринка, дорого. Это у тебя родители, а у меня только дядь Паш. Он хоть и на пенсии, но работает без выходных. Дорого. Ой, дорого. Не обращай внимания. А папа разве не поможет? А, да. Нужны мы ему. У него новая семья, а мы так привет из молодости. Кстати, купил мне телефон на Новый год. И считает, что долг перед дочерью выполнен. Да ладно? Послушай, Синька, не обращай внимания. Закончим училище, и будет совсем другая жизнь. Маринка, все будет по-другому. Уеду туда, выучусь, стану успешной бизнес-леди. Здравствуйте. Здравствуйте. Как генеральный директор нашего холдинга, хочу вам сообщить, Марина Владимировна. Да, да, конечно. Что вы назначаетесь заместителем по какому вопросу? По уличным сердцам! Проект является совместной работой МВД по Республике Адыгея, Министерства образования региона и Республиканского камерного музыкального театра имени Адама Ханаху. Цель одна – уберечь молодежь от пагубного влияния улицы и предупредить о последствиях деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Продолжение следует...